МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире полезная программа. Меня зовут Елена Белова. Помните детский стишок Маршака? Как у кошки загорелся дом, и она выскочила, глаза выпучила. Выпученными глазами пламени погасить даже в сказке. Что уже о реальной жизни говорить? Пожар – большая беда, и ее виновник, как правило, человек. Уж сколько раз твердили миру, скажете? Соглашусь, о пожарной профилактике говорится много. Но дома, квартиры горят, леса полыхают, люди гибнут. Потому сегодня еще раз о пожарах. «Красный петух клюнул» – тема выпуска. И коротко о главном. Повторим основные причины пожара в быту и изучим портрет виновника. Сделаем акцент на эффективных действиях на первой стадии пожара. И разберемся, как же застраховать себя и имущество от пожара и других рисков. Любопытный факт. Вскоре после завоза табака в Россию он попал под запрет указом царя Михаила Федоровича. Петр Первый запрет снял. Но в Москве легально курить по-прежнему было нельзя. И причина в Петровской антитабачной политике ненаносимы здоровью вред. А то, что курение усиливало риск возникновения пожаров. К сожалению, курение и сегодня – одна из причин огненной беды. И не только курение. Основные причины пожара – это, конечно же, неосторожное обращение с огнем. Следующая причина – это нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Ну и, конечно, в городе Минске это оставление без присмотра газовых плит. Об этом говорим, раз повторяем. Но человек, который стал виновником пожара или загорания, когда с ним беседуешь, он говорит, вот до этого случая, я думал, такое может произойти с каждым, но не со мной. Но когда это происходит, он даже не понимает, почему так произошло. Хотел бы сделать как лучше, а получилось, что стал виновником зачастую трагедии. С кем угодно, но не со мной. Наверное, так думала соседка моей приятельницы, сжигая сухие ветки на общем дворе в тихую безветренную погоду. Результат – сгорел сарай, повреждены садовые насаждения. Огонь был остановлен буквально в нескольких метрах от жилого дома и соседских строений. Люди пережили ужас, который невозможно описать словами. Виновнице этого пожара, приличной женщине, совсем не из так называемых социальных низов, потребовалась помощь медиков. Мы анализировали портрет виновника погибшего на пожаре. И по городу Минску вырисовывается, что это мужчина, достигший предпенсионного возраста, для которого зачастую потерянные социальные ориентиры. Он не работает, он злоупотребляет спиртными напитками, он курит. Если взять вообще все пожары и загорания, происходящие в городе Минске, конечно же, львиная доля – это жилой фон. Мы говорим, почему так происходит. Мы тоже анализируем это, почему так происходит. Безответственное отношение к своей же безопасности, оно и приводит к этому зачастую к трагедии, к пожару, к загоранию, ну и к получению травмы с человеком. 15 мая 1655 года по указанию Богуслава Радивилла в Слуцке были приняты так называемые огненные порядки. В каждом доме должен был быть пожарный инвентарь, при дверях – бочка с водой. На каждые 10 домов полагалось иметь лестницу, а на каждые 20 – богор. Стражники от огня раз в неделю проводили пожарную ревизию, проверяли наличие бочек, лестниц, ведер, веревок и другого инвентаря. И все это объяснимо. Ведь если в городе случался пожар, он уничтожал значительную часть деревянной застройки. А сегодня надо ли хранить в домах и квартирах средства пожаротушения? Признаться, я об этом стала серьезно задумываться. Вообще норму не предусмотрено наличие в жилом помещении средств пожаротушения. Но мы, как специалисты, конечно же, рекомендуем, чтобы в квартире у каждого дома был под рукой такой огнетушитель. Как говорится, на всякий пожарный случай. Не зря эта пословица бытует. Какой посоветовать огнетушитель? Ну, в Республике Беларусь в основном два вида огнетушителя, которые пользуются спросом. Это углекислотные и порошковые. Обоими можно тушить, в том числе и установки под напряжение. Но советуем углекислотные, потому что в их составе огнетушенное вещество углекислота, которая после использования не оставляет никаких остатков. То есть произошло тушение, углекислота испарилась. Огнетушителем, между прочим, еще надо уметь пользоваться. На самом устройстве есть инструкция. Но я не уверена, что в момент пожара в стрессовой ситуации получится адекватно воспринимать информацию на этикетке, разбираться в ней и следовать ей. Поэтому с этим все-таки стоит ознакомиться заранее. Если все-таки произошел загорание дома, пожар, загорание, то непосредственно сразу же сообщить в МЧС. По телефону 112, 101. Которые профессионалы справятся с любой трудной ситуацией. Если же вы все-таки уверены в себе, то, конечно же, до приезда в подразделение приступить к самостоятельному тушению. Но мы, как профессионалы, говорим, что самостоятельно приступать к тушению нужно в том случае, когда очаг, то есть пламенное горение, не больше футбольного мячика. Тогда безопасно для себя любыми подручными средствами приступить к тушению. То есть либо это не тушитель, либо какая-то емкость с водой. Ну, на крайний случай, даже в озон, цветок, который стоит на подоконнике, земля из этого цветка сможет затушить такое маленькое горение. Если это какое-то горение в электроприборе, то, конечно же, сначала отключить электричество, да, выдернуть шнур из розетки, пойти, если вы знаете, где у вас электросчетчик, где аппараты защиты, отключить аппарат защиты. Если вы, конечно, к этому не готовы, то, конечно, одно спасение – это позвонить по телефону 101. Наши диспетчера, они знают алгоритмы действий человека в той или иной критической ситуации. И по телефону они смогут вам уже оказать консоциативную помощь, подсказать, что необходимо сделать, то есть принять вызов, выслать подразделение. Божья коровка улети на небо. Вы, конечно, помните эту детскую считалочку. В ней просьба к божьей коровке принести хлеба. Похожая считалочка есть во многих языках. В английском тоже, только там она гораздо грустнее. Божьей коровке говорят, что у нее дома пожар, а дети остались одни. Дети в огне этого, как говорится, и врагу не пожелаешь. А ведь именно пожары – одна из основных бед, с которыми сталкиваются родители несмышленых детей. Вот просто требую, чтобы номера телефонов 101, 112 дети знали лучше, чем свой. Если случится огненная беда, набрав один из них, дети получат помощь квалифицированных диспетчеров и останутся живы. Подготовлены наши диспетчера, которые дежурят на центре оперативного управления. Что наши дети делают? Когда какая-то опасность, они где-то пытаются спрятаться. И так спрятаться, что в обычной, не то что там в дыму, даже в обычной ситуации, в обычной квартире их не найдешь. И вот это позволяет нашему диспетчеру находиться все время на связи, спросить, где он, как. И уже РТП, руководитель сушения пожара, принимает решение на оптимальному маршруту спасения этого человека, ребенка в том числе. Комната в современной квартире полностью выгорает всего за 6 минут. То есть вся квартира превращается в уголек минут за 20-30. Например, полчаса назад вы смотрели сериал, пили чай, готовились ко сну. А сейчас вы на улице в одном спортивном костюме и домашних тапочках. Подразделения прибывают наши. В среднем прибытие это около 5 минут в городе Минске. То есть к любому загоранию прибудет ближайший пожарный расчет. Затем будут подтягиваться далее расположенные подразделения. Профессионализме наших огнеборцев сомневаться не приходится. И спасибо им за их сложнейшую работу по оказанию помощи и спасению жизни. И, кстати, помощь мы можем оказать сами себе одним важным действием. А именно застраховать свой дом или квартиру от пожара и других стихийных бедствий. И это не пустая трата денег. Пожар, конечно, это один из самых актуальных и опасных рисков, которые покрывают страхование. Из практики у нас ежегодно более 2000 выплат страхового возмещения мы производим по фактам пожаров. Что квартиру, что загородный дом у нас можно застраховать от 27 рисков, в том числе от пожаров. При этом, если так вот по событиям, то пожары по своим масштабам очень опасны. Ну, если по статистике по количеству случаев, то это 4% от всех событий составляют пожары. Оформить страховку совсем не сложно. Это не отнимает много времени. Оформить страховой полис можно даже не выходя из дома. И вообще вариантов много. Главное – не лениться, не искать отговорки, что это лишнее. Жизнь не единожды доказала – это не лишнее. Если заключать договор у нас где-то в подразделении в офисе, достаточно паспорта, права собственности, другие необходимые условия, мы сами проверим, посмотрим. Сегодня действуют в отношении этого продукта и дистанционные методы заключения договора. Можно без участия представителя страховой компании застраховать квартиру. В личном кабинете зарегистрироваться, дистанционно выбрать страховую сумму, удобную, нужную, и заключить договор дистанционно. При этом даже получить скидку 10%. Квартира, на которую копили всю жизнь или покупали в кредит. Квартира, в которой вы живете с рождения, и иной недвижимости у вас нет. И тут пожар. Пожар, который уничтожил все ваше добро и нанес серьезный ущерб имуществу соседей. Восстановиться после такого удара судьбы бывает непросто. И страховка поможет, если не унять душевную боль, то хотя бы компенсировать непредвиденные расходы. В случае пожара здесь, конечно, в первую очередь и первое действие необходимое, которое совершить, обратиться в подразделение МЧС. В РЧС, которые примут меры ликвидации, тушению пожара. Ну и в последующем уже обратиться в страховую компанию, написать заявление. Мы запросим документы РЧС, подтверждающие события. Ну и рассчитаем размер ущерба, произведем выплаты. Правилами страхования предусмотрено три дня для обращения в страховую. Но здесь мы строго этого не придерживаемся, принимаем заявление, ну если и позже обращаются. И кстати, если у вас нет пожарного извещателя, настоятельно рекомендую его установить. А если есть, прямо сейчас обязательно проверьте в нем батарейки. Долгих и счастливых лет жизни на любимых квадратных метрах желает вам полезная программа. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова